Привет, друзья! С вами Женяя Огонь. Часто, гуляя по покинутым заброшенным местам, можно найти какие-либо интересные документы. И бывает, какие-то документы хочется сохранить для потомков. Тем более, встречаются очень интересные документы. Например, планы функционального зонирования Дома Советов советского периода. Лежали, лежали у меня документы, я думал, что с ними делать. И вот, нашел в группу ВКонтакте Калининградский архив и предложил забрать им мои документы. Собственно, сейчас я это и иду делать. И вот так вот передаем вот документы, которые довольно-таки интересные и скоро уже будут доступны, в том числе в цифровом виде. И оказывается, вот секретарь горисполкома должен был смотреть на ЗАГС, а на Ленинский проспект обл.исполком. Приемная, кабинет секретаря. И вот так вот примерно документы и передаются в архив. И вот сейчас мы их пересчитали, посмотрели и понесем дальше по этапу. 21 лист. Лист сделан. А наши документы сейчас отнесут на своеобразный карантин, где они будут лежать до 14 дней, а также акклиматизироваться. А пока что я расскажу немножко про сам архив Калининградской области. Государственный архив Калининградской области был создан 11 июля 1949 года. На 2018 год насчитывает более 650 тысяч единиц хранения документов на различных типах носителей. Большую часть архивного собрания составляет управленческая документация, охватывающая период с 1945 года по настоящее время. А сейчас мы пройдем в отдел автоматизированных архивных технологий микрофильмирования и реставрации документов. За сегодняшнюю нашу прогулку, за наш обзор я выражаю огромнейшую благодарность работникам нашего архива Варваре Егоровой, которая нас провела по всем самым интересным местам архива и рассказала, как же тут все делается. Огромное вам спасибо! Пожалуйста. И вот сейчас мы увидим, как вот эти вот наши документы будут переводиться в цифровой вид, чтобы потом к ним был удобный доступ. Вот таким вот очень интересным, так называемым, планетарным сканером. То есть вот наверху стоит сканирующая головка, а внизу ложится документ. Готовый документ выведен на монитор. И вот так вот сканируются все остальные вот документы, которые немного будут поменьше, чем большие вот листы. На данном оборудовании создается страховой фонд на самые ценные документы в архиве. Документы, которым присвоен статус особо ценных документов. Идет фотографирование, получается пленка. Затем на специальном аппарате делают звуковые склейки. Они склеиваются в большую, как бы бобину, в больший объем пленки. Они хранятся в специальных прохладных условиях, в холодильных установках. А затем, когда их наберется достаточное количество, отправляется в центр хранения страхового фонда, в город Елуторск. Здесь происходит оцифровка фотофонда архива, который состоит как из негативов, то есть идет оцифровка негативов, да, и фотоотпечатка. Фотофонд формируется разными путями. Мы получали документы от фото-журналистов, как на беспозмездной основе, так и приобретали их. Также с фотоотпечатками. Плюс наши сотрудники тоже осуществляли и продолжают осуществлять фотосъемку. В некоторых случаях, особенно в последнее время, нам приносят фотографии многие частные лица. Ребят, если у вас есть интересные документы или старые фотографии, и вы хотите ими поделиться, несите в архив, там и не обретут бессмертие. А вы знаете, что как у нашей Калининградской области брендом является Эммануил Кант, то брендом нашего архивного дела Калининградской области, нашего Калининградского архива является Анатолий Бахтин. И вот мы сейчас сидим у него в кабинете. И зададим тоже пару очень интересных вопросов, которые нас беспокоят. И вот просто вот видите, какие тут подборки документов древних по всем городам. Это нечто. Но ты уже знаешь, куда ты лезешь, блин, да. Если тебе это интересно, пожалуйста, да. Но если ты говоришь, что это какой-то подземный ход, который... Подземный ход для чего-то слушать, да. Не ревневка, не тренингализация, ничего. А для чего-то, да. Какой-то тайный ход зачем-то, да. И вот сейчас мне рассказали одну очень интересную байку. Мы находимся на цокольном этаже здания Калининградского архива. И вот тут сказали, что некоторые люди уверены, что тут еще несколько подземных этажей. И находится немецкий рейс-архив. До сих пор тут прячется. На самом деле, тут никаких таких интересных коммуникаций нету. Обычные трубы, вода, тепло. Здание архива является сложным механизмом. И для надлежащего сохранения документов требуются специальные условия по климату. В архиве есть целый отдел хозяйственного обеспечения здания. На объекте стоят мощные системы кондиционирования и фильтрации воздуха. В архиве весьма прохладно. Но запаха старой библиотеки здесь нет. Воздух очень чистый. На случай возгорания предусмотрена система газового тушения пожаром. Тут есть даже свой лифт, который поднимает... Да, свой грузовой лифт, который поднимает документы, чтобы их не носить вручную. И вот около нас находятся несколько хранилищ на моей спине. И в каждое хранилище можно пасть только с тем человеком, который за него отвечает. И вот мы сейчас находимся в самом центре нашего кальнировского архива в хранилище. Таких хранилищ тут 9. Это вот хранилище старого образца. Чуть позже мы покажем вам, хранилище нового образца. И вот тут хранится вся наша послевоенная история. Но много еще есть чего довоенного. Много тайн, много судеб и много историй скрывают эти самые фонды. Вот они вот хранятся в очень хитрых коробах. И специального материала, который поддерживает влажность. Они не разрушаются от воды. Это тебе не библиотека. И в каждом таком вот коробе находятся архивные дела, которые рассказывают о судьбах, о истории нашего края. Вот такие вот листы. Калинировский обком КПСС. Допустим, протоколы заседаний бюро КПСС от 1975 года. Вот представьте, вот сколько тут сосредоточено историей. Попасть в эти хранилища просто так невозможно. Сюда пускают очень узкий круг лиц. И нам это сделает просто очень приятное исключение, что пустили в это хранилище. И вот сейчас мы заходим в хранилище уже нового образца. Это вот уже самые современные методы хранения используются. Вот такие вот раздвижные стеллажные системы. Они по рельсам ездят? Я так и понимаю, тут находятся более важные документы. Нет, почему? Видите, на каждой из коробов стоит архивный шифр. И хранитель, получив требование, заказ, он может, нужное дело, найти в течение пяти минут. То есть очень быстро. И вот, вот есть прекрасные полосы. И вот видите, вот цены. Особо цены. То есть вот мы показывали, стартовой фонд создаются, а не строятся именно на эти документы. Да, вот, ребята, не особо цены архивные фонды. То есть тут самая мякотка нашей истории, нашего региона. Вот видите, даже написано ОЦЕ, ОЦЕ, печать стоит. Это значит, особо ценные. Ну, таких просто горы. В архиве хранится около 3% засекреченных документов. И самое интересное, что большинство секретных документов относится к делопроизводству КПСС, независимо от значимости документов. И на мое удивление, засекречены там не какие-либо действительно интересные нюансы нашего города, а по большей части персональные данные и послужной список партийных боссов. И другая, негативная информация личного характера. Ничего исторически значимого там не найти. Ребята, еще я вожу экскурсии по нашему замечательному городу и по области. Возможно, как классическая программа, так и самые интересные и яркие экшн-туры. Все ссылочки в описании. Ого, это подлинник. Что там лежит? Немецкая что-то? А скажите, пожалуйста, а с какого периода у вас хранилища? Как я видел, документы хранятся. Как я видел, там даже есть немецкие. У нас есть небольшая немецкая коллекция немецких документов. Самый ранний 1557 год. Они у нас хранятся вот в этом хранилище, в сейфах. Большая часть наших документов – это документы советского периода. Самый ранний документ советского периода – 10 апреля 1945 года. Документы, датированные XVIII веком, то есть 1700-е годы. Да, с 1735 по 1782 год. 1799 год, там тоже подшили документы. Это магистрал Гумбенина Гусева. Лис пустой, но он тоже ценен, потому что он того времени, он с филигранью, то есть с водяным знаком. Сенат университета. Это приказы администрации университета, если мы говорили бы современным языком. Они в таком виде нам достались. Тут университетские приказы. Красота. Ранее прусский государственный архив располагался в здании, где сейчас находится научная библиотека. Из-за Второй мировой войны в 1942-44 годах его фонды начали эвакуировать. Часть документов осела в государственном архиве Вольштейне, а другая часть в тайном государственном архиве прусского культурного наследия в Берлине. Да, ребят, представляю, что вы подумали, что вот где она срыта, вся мякотка, где самые тайны нашего города прячутся, что в этом в Берлинском архиве. Но, ребят, я вас разочарую. Ничего тайного нет в тайном немецком архиве, кроме его названия. И любой желающий может совершенно официально сделать запрос по цене 19 евро за один лист. И, кстати, именно оттуда и были получены знаменитейшие карты всех фортов нашего города, в том числе, которые были взяты для их реконструкции. И на этих картах из того архива нигде не обозначены никакие тайные подземелья. А вот это вот читальный зал архива. Сюда абсолютно любой желающий может прийти по предъявлению паспорта и ознакомиться с любыми интересующими их архивами. С почти любыми. И вот такие вот тут наборы документов. Это вообще, конечно, шикарно. Вот написано, что примерная дата этих фотографий 1990 год. И после общения с работниками архива, просмотрев некоторые документы и пообщавшись, можно сделать вывод, что подземелья Кёнигсберга являются не более чем городской легендой. Если понравился выпуск, ставим большой палец наверх и подписываемся на канал. С вами был Женяй Огонь и команда Кёниг Диггерс. Пока!